Австрия стала первой страной Евросоюза, где была введена обязательная вакцинация. Решение было принято на фоне стремительного распространения омикрон-варианта. Грустно, что вакцинация стала обязательной. Вообще-то все должны были проявить сознательность и привиться. Большая часть жителей Австрии сделала уже третью, так называемую, буссерную прививку от коронавируса. Однако немало и тех, кто вообще отказывается вакцинироваться. Я против обязательной вакцинации, потому что считаю, что это нарушение прав человека. У каждого есть право на свободу. Закон об обязательной вакцинации вызвал споры в обществе, а снижение темпов роста заболеваемости их усилило. Ни одна другая тема не вызывает в Австрии такую поляризацию, как тема прививок. Приходится нанимать даже охранников для центров вакцинации и вакцинационных автобусов из-за страха, что их атакуют радикальные антипрививочники. Каждые выходные в Вене и других городах на демонстрации противников ограничительных мер выходят тысячи, а порой и десятки тысяч людей. Наблюдатели уверены, недооценивать антипрививочников не стоит. Активную поддержку протестам оказывает правопопулистская партия свободы. Но беспокоит и другое. У протестов есть ядро. Этих людей нельзя отнести ни к правому лагерю, ни к агрессивным футбольным фанатам. В этом ядре представлен средний класс. Радикализация этих людей началась не после решения об обязательной вакцинации. Процесс шел на протяжении последних двух лет. И это вызывает беспокойство. По мнению журналиста, власти Австрии не пытались вести диалог с этой группой. Сначала летом они объявили о том, что ковидный кризис закончился, а осенью разгорелся скандал с отставкой канцлера Себастьяна Курца. Если вы одновременно допускаете грубые ошибки в борьбе с пандемией в коммуникационной сфере, а одновременно вас накрывает правительственный кризис, связанный в том числе с подозрениями в коррупции, то проблем становится слишком много. И это вызывает у многих людей разочарование и недоверие. По идее, уже с середины марта должны начать наказывать тех, кто отказывается от вакцинации. Нарушителям обещали серьезные штрафы. Противники обязательной вакцинации говорят, что будут обращаться в суд. А между тем, власти Австрии пообещали уже в начале марта отказаться от большинства коронавирусных ограничений. И на фоне улучшения ситуации готовы обсудить варианты отказа от обязательной вакцинации.